Пока еще холодно и сыро, время задуматься о безопасности пожароопасного сезона. Летом, особенно засушливым, риск возгорания увеличивается, значит, надо заранее принять все меры. Необходимо следить за состоянием пожарных ядрантов. Все, что горит и создает угрозу, максимально убрать с территории города. Управляющим компаниям стоит внимательнее следить за вывозом мусора. В особой группе риска лесные массивы, особенно базы отдыха и детские лагеря. Задачи были обозначены на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. После того, как сойдет снег, на улицах останется все, что слеживалось почти полгода. Стихийные свалки потенциально опасны. Ликвидировать те, что есть или могут появиться. Такую задачу ставят городские власти. То, что касается свалок и тех территорий после сноса гаражей, администрации районов у нас эти работы проводят. Они запланированы. Также в период месячника эти работы будут продолжены. Стараемся максимально их ликвидировать. Также дополнительно запросили финансирование в министерстве МинжКХ на ликвидацию тех свалок. У нас их осталось порядка 37. Это я имею в виду большие свалки, которые находятся в границах территории городского Урва-Самара. Обсуждали на совещании тревожную статистику несчастных случаев, связанных с отравлением угарным газом. За пять лет она такова – 182 ЧП. Главная причина – нарушение правил использования газовых приборов. Да, газ – это безопасно. Если с ним ты, как говорится, общаешься на «вы», не на «ты». Как только начинается «я все знаю», «я все умею», солятые стояки водой, разрушенные шахты домоходов, венканалов. Есть такой у нас. Когда первый этаж, зачем мне нужен? Мне нужен тут ставить шкаф, робят, отрезают и подобное. Пока мы не будем получать достоверную информацию, кто занимается вентиляцией, договорами по вентиляции и по домоходам, такая ситуация будет случаться. Жильцы не должны отказываться от проверки внутриквартирного газового оборудования, а управляющие организации должны следить за состоянием внутридомового, дымоходов и вентиляционных шахт. Участники комиссии по чрезвычайным ситуациям видят решение проблемы в скрупулезном отслеживании потенциально опасных ситуаций и принятии по ним оперативных решений, в том числе и по отключению от газоснабжения до устранения неисправности. Также решено предложить на законодательном уровне вновь внести монтаж, ремонт и обслуживание дымоходов и вентканалов перечень лицензируемых услуг и ужесточить требования к профильным организациям. Муниципалитет приступил к подготовке необходимых документов для законодательной инициативы. Мэри Елчан, Олег Зверев, Николай Епифанов, События.